Монастырь святой Незримо в поле Бородинском солдаты русские стоят. В сражении со злом нечистым, ни шагу не ступить назад, Их стон от ран ты не услышишь, остался бой в седой дали. Их подвиг – мучеников чистых, они святую Русь спасли. Героев бой не потревожит, лишь ветер в травах шелестит. Господь им дал венцы, которых нет дороже, и царство вечное души. Что такое Бородино? Что это за место? Было, конечно, известно мне в свое время, как и каждому русскому, что здесь произошла битва с Наполеоном. А теперь, уже будучи православным человеком, я уже глубоко могу осознать, что здесь было. Ведь наполеоновская армия, и Наполеон, он же до этого уже покорил всю Европу, перекроил государственные границы, сместил законные правительства. То есть он уже перевернул Европу. Ему нужно было убить православие. Он шел сюда именно с этой целью. Потому что православная, сильная Россия была ему недругом. В полном смысле слова, недругом. И перейдя границу, и набрав практически 600 тысяч, против него стояло 220 тысяч русских. Сколько здесь полегло людей, чтобы спасти Россию. Мы же с вами остались русской нацией за счет Бородина. Трудно сказать, что бы было, если бы Наполеон одержал победу. Это была бы какая-то колония. Сколько бы здесь осталось русских, трудно сказать. Но Господь не допустил, чтобы погибла Россия. Ведь много очень государств и стран, но святой России называется одно государство. Потому что оно православное. В корне в своем православное. В своем слове на поле Бородинском святейший патриарх московский Сеяруси Алексей II сказал. Есть в прошлом Отечества нашего такие славные события, что лишь упоминания о них воскрешают в памяти народной те страницы истории, которые повествуют о чести и славе защитников родной земли, об их несукрушимой вере, о несомненной помощи Божией тем, кто в последней битве готов был положить душу свою за други своя. Сейчас приходит осознание того, что без прошлого не может быть будущего. Наша история – это тот крепкий тысячелетний фундамент, на котором должно возрождать государство российское. У нас одна история, одно Отечество и одно будущее. И мы возрождаем святыни, чтобы передать их грядущим поколениям. В 1944 году был вновь открыт государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник. Его сотрудники по крупицам собирали материалы, чтобы воссоздать картину боя. Конечно, в то безбожное время раскрыть истинную суть легендарного события было невозможно. И только с возрождением спаса Бородинской обители в полноте открылась историческая, человеческая, божья правда Бородинского сражения. Стало понятно значение этих святых мест, усыпанных костьми, обильно полятых кровью солдат, слезами матерей и жен. Этих мест, покрытых славой на века. Эти бородинские поля никогда не вспахивались и не засевались. Весны всходит на них трава и шелестит до осени, пока не пожухнет, и не покроются поля белым снегом. Иван, Иван, Матфей, Моисей, Никита, Никифор, Николай, Гавриил, Власий, Владимир, Стефан, Стефан, Терентий, Тихон, Федор, Федор, Терентий, Алексей, Михаил, Фирс, Роман, Роман Симеон, Симеон Никола. Он ведь, Наполеон, здесь колоссальные понес потери. И Кутузов, сохраняя остатки армии, дал ему возможность прийти в Москву. До сих пор не установлено, кто поджег Москву. Свои ли русские, или французы, или просто как брошенный город мог любой вид пожара начаться. Но смысл в этом есть огромный. Она горела, как поминальная свеча. Москва горела именно, как поминальная свеча, потому что накануне погибло 80 тысяч человек. И все эти поля были усеяны, убитыми. Можете представить, что такое разорравшееся ядро в то время, это значит полчеловека не будет. Было очень много убито лошадей, ведь их никто не убрал. Откатившиеся войска забыли о Бородине. И потом люди хоронили уже всех вместе, и немцев, и французов, и русских, в общей могиле. И теперь мы ходим с молитвой и поем вокруг этих братских могил. Что пришли эти французы, немцы, австрияки здесь получить? Зачем они поверили этому гению войны Наполеону? Они здесь нашли только могилу. И что вот интересно, что воины начинают люди, но результаты войны всегда дает Господь. И вот как я представляю себе, вот они друг друга вот закололи, русский там и француз, упали рядом, а потом, взявшись за руки, пошли на суд Божий. Так ради чего же воевали? Ради чего же положили жизнь? Может быть, ничего в ней не успев понять. Вторая война здесь. Здесь тот же самый Можайский рубеж, где полегло 50 тысяч. Опять не разделяют немцев ли, русских ли. И снова вот этот рубеж, который не взяла ни одна вражеская сила. Вот удивительно, Богом была поставлена какая-то черта, какая-то преграда, которую никто не смог взять. Какие бы годы, какие бы войны не были. Вот все определяет в жизни, в результате Господь. Как Он поставил, так вот и получается. Каких бы планов не придерживались люди. Василий, Филарионе, Михаиле, Феодосии, Иосифе, Александре, Александре. О блаженном успении, вечный покой, О дождь, Господи, Православным воинам за веру Отечества На брани живот свой положивши, И сотвори им вечную память. Их до двухсот таких скрижали Из двух отечественных войн, Редутли, Дотли, где сражались И выдворяли нечисть вон, Хоть отступили с Божьей волей И павших всех не перечли, На сотню верст упало поле Щитом российским, всей земли. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Каждый христианин понимает, Как важна молитва об усопших. Никакие мемориалы и памятники Не заменят ее. Нет лучшей платы за доблесть И мужество героев, Как только молиться за упокой их душ И продолжать их дело. Верой и правдой Служить своему Отечеству. Молитва о погибших Стала звучать на этих полях Почти сразу после сражения. Сначала была возведена здесь церковь Стараниями вдовы генерала Тучкова Маргариты Михайловны, Будущей игуменей Бородинской обители. Со временем основался монастырь. И до сего дня Обитель хранит традиции, Заложенные первыми монахинями. Поминает павших героев, Молясь о них непрестанно. История возрождения Спаса Бородинского монастыря Началась в год тысячелетия крещения Руси, А в 1992 году В обитель приехали первые сестры. Прибыли они 11 августа, Но день открытия Возрождения жизни Монашеской В Спаса Бородинском монастыре Считается 16 августа. И вот посчитайте сами, За какой маленький срок Нужно было подготовиться, Чтобы состоялась здесь Первая Божественная Литургия Архиерейской службы, Когда владыка митрополит Ювеналий Благословил открытие монастыря И был на этой службе Для нас первой, Которая считается Днем открытия монастыря 16 августа 1992 года. Когда прошло богослужение Архиерейское, То и владыка митрополит Вошел в ту же башенку, В которой поселились сестры, И также был гостеприимно принят Вот в эти первые дни. Вот так она зарождалась, Эта жизнь. А дальше все те сложности И трудности, Которые были первыми, Они легли на плечи Наших первых сестер. Много трудов было положено На восстановление монастыря. Обитель воскресла, Задышала красотой, Ухоженностью, благодатью. Количество сестер Год от года растет. Но, к сожалению, Насельницам по-прежнему Принадлежат лишь два корпуса. И хотя матушки живут скучно, Они мирятся со всеми Жилищными неудобствами, Утешаясь главным, Духовными радостями, И все жизненные неустроенности Отступают. Мы монахи для этого и существуем, Чтобы напоминать о совести Каждого человека. Мне часто задавали вопрос, Почему вы ушли в монашество? Ведь, может быть, у вас какая-то Жизненная драма была, Может быть, Ну, личная или не личная, На какой почве. Вот я всем напоминаю Слова Господни, Которые он сказал своим апостолам, Не вы меня избрали, А я вас. Вот нас в монашество Выбирает Вот там Господь Сверху. Не каждый ведь Призывается в монашество. И брак осветил Господь. Но монахам держится земля. Потому что идет молитва, Потому что идет очищение Людей, Их совести, Их правды. Они за этим приезжают сюда. Вот это удивительно радует. Монахи вымаливают, Чтобы мир стоял И не погиб От какой-нибудь очередной Благородной бомбы. И если не будет монахов, Мир кончится. Реставрация главного монастырского храма Закончилась совсем недавно. И те большие силы, Которые были положены На восстановление Владимирского собора, Восполнились радостью, Когда все увидели Такое ослепительное преображение Храма Божия. Благослужения проходили Во Владимирском соборе. Первая архиерейская служба 16 августа. А потом это уже была Осень, Октябрь, Ноябрь. И, конечно, Собор был неотапливаемый. И приходилось уже Ближе к зиме Туговато. И вот когда Святые дары В чашу уже замерзали, То пришлось подумать, Где служить В последующее время. И приняли решение Перейти в Спасский храм. Потому что Там помещения меньше, Пользовались Обогревателями обычными. Ну и как бы не было Холодно и неудобно, А Пасху первую Встретили в 1993 году. Сестры Рассказывают, Что народу На Пасху Пришло много. И поначалу Люди приходили, Не скрывая Своё желание Послушать Пение Сестёр, Которая Всегда сравнивалась С ангельским пением. Вот. А потом уже Люди приходили На ту радость Послужить Господу Вот в обители. Например, Когда их просили Помочь Даже торговать Свечами, Они вот сидели У обогревателя В холодном храме, Но смело Переносили Этот холод. Ну а сейчас Очень много Приезжает В обитель паломников. И вот Места здесь Обжитые И дачников Много. На сегодняшний день Конечно, Это уже Прихожане Спаса Бородинского Монастыря. Наравне Со скорбями И неприходящими Заботами О восстановлении Монашеской жизни За 15 лет Возрождения Монастыря Произошло Много Славных Событий. В лике Местночтимых Святых Была прославлена Преподобная Рахиль Бородинская. На это Торжество Спаса Бородинскую Обитель Приехал Святейший Патриарх Московской Сеаруси Алексей Второй. Его Святейшество Молился В часовне Устроенной Над могилой Святой Старицы. Не иссякает Помощь Господа Людям Прибегающим С молитвой Их заступничество Преподобной Рахили, Чему Свидетельствуют Многочисленные Золотые Кресты И драгоценности, Украшающие Ее Образ. Так Благодарят Верующие Небесную Покровительницу Монастыря За исцеление И чудеса. Не оставляют Своим попечением И первосвятительскими Молитвами Славную Бородинскую Обитель Предстоятель Русской Православной Церкви, Приезжающие Сюда На монастырские Торжества И праздники. Продолжая традиции, заложенные столетия назад, насельницы, подвязающиеся в монастыре ныне, закладывают и новые монастырские устои. Всегда почиталась в обителе Маргарита Михайловна Тучкова, Игумене Мария. В склепе Церкви Недалеко от Владимирского собора нашла она свой последний земной приют. Сестры обители собирают случай исцеления, совершающиеся по молитвам на ее могиле и надеются на прославление своей первой Игумени. Раз в год 12 мая в день ее смерти сестры с вожженными свящами, пением тропарей спускаются в склеп и кренопреклоненно обращаются к своей Игумени, чувствуя ее помощь, зная, что она до сих пор радеет за свой монастырь, помогая его возрождению. Монастырь Спаса-Бородинский выполнил свое первое предназначение, отмолил всех, кто здесь сражался. И сейчас, как раз, когда совсем, в общем-то, недавно открылся вновь Спаса-Бородинский монастырь, вот здесь зазвучала постоянная молитва, конечно, тоже это есть такое свидетельство надежды нашей, возрождения нашего Отечества, которое не может произойти без помощи наших святых, вот, это, конечно же, в том числе и тех воинов, которые здесь почивают. Если мы молитвенно будем изучать их подвиг, вникать, за что же они сражались, почему они здесь умирали, вот это, несомненно, поможет нам в нашей тоже борьбе невидимой брани, которой все православные люди сейчас вынуждены стоять на передовой. Приезжают каждый год, приезжают даже в военные атташе, проводят здесь реконструкцию боя, пешие, конные делятся на французов и русских, скачут друг на друга, ну вот, даже какой-то азарт у них военный появляется, польба страшная, пиротехники взрывают земли, такие, плаки с травой летят, бой настоящий, ну вот, воспоминания, а теперь русский генерал жмет руку французскому генералу. И, наверное, с болью все-таки в сердце вспоминают, ребят, ну чушь вы все-таки здесь леглиты. На этом рубеже все кончилось для вас, но продолжается для нас. Поэтому мы призваны в молитвах поминать их. И это наш долг, это основной наш долг этого монастыря. И он изначально заложенный с именно этой целью. И он понесет эту молитву, я думаю, до скончания века. Монашеское житие можно охарактеризовать как жизнь во Христе, со Христом и ради Христа. Подвижник, следующий за Христом и подражающий Ему, всегда пребывает в слове Спасителя и о законе его размышляет день и ночь, исполняя его заповеди. Как и в каждом монастыре в Спасо-Бородинской женской обители, труд и послушание являются необходимостью для монастырской жизни и благодатного устроения души. Часто можно видеть, с какой легкостью и радостью насельницы выполняют физически тяжелую работу поведению монастырского хозяйства, благоукрашая свой монастырь во славу Божию, оставляя для последующих поколений сестер и внешнее благолепие и слаженный мирный монастырский уклад. Но, конечно, главное дело немонашествующих это молитва. А вы три чернушки боговой сеструшки Аллилуйя Господи Всегда людям живущим заповедано поминать своих дорогих родственников. А нам вот выпала честь поминать всех падших воинов, которые дали нам свою возможность остаться русскими и сохранить государство. Это наша с вами русская история. И Бородино называем слезами и славой России. Эти поля святые слезы и слава России плачет дождем отчизна о тех, кто отдал здесь жизни. Молится церковь пред Богом за упокой их чертогах. Выше нет славы пред взором Всевышнего, чем душу отдать за ближнего. Видно такая уж доля у Бородинского поля, что малую пять земли силы зла взять не могли. Сколько ж страданий нам надо пройти, чтобы понять, нет иного пути, как веры святую держаться, кроме греха ничего не бояться, и отстоим ни одно еще поле, была бы на то Божья воля. Эти поля святые, слезы и слава России. Божьё 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok